Продолжение следует... Лемурия. Начнем с самого мифического места. Согласно различным тайным источникам, первая цивилизация возникла 78 тысяч лет назад на гигантском континенте, известном как Лемурия, или Му, и существовала она в течение удивительных 52 тысяч лет. Цивилизация была разрушена землетрясением, вызванным смещением земного полюса, которое произошло приблизительно 26 тысяч лет назад. Лемурия – это гипотеза о континенте, который располагался в Индийском океане, а потом затонул. Была выдвинута в 1864 году зоологом Филиппом Склейтером, как объяснение ареала обитания лемуров в Африке, Мадагаскаре, Индии и островах Индийского океана. Гипотезу подхватила мадам Блавацкая, эзотерик и авантюристка, стала ее активно распространять. Но гипотеза очень быстро превратилась в миф, когда приняли теорию Дрейфа материков – Альфреда Вегенера, согласно которой вся суша в древнем прошлом Земли была объединена в один сверхматерик. Согласно же современным представлениям, единый континент, объединяющий Австралию, Африку, Антарктиду, Южную Америку, полуостров Индостан и остров Мадагаскар, действительно существовал в конце Палеозоя. Начиная с Мезозоя, огромный континент стал распадаться на отдельные части суши, которые мы теперь называем материками и островами. Так что от гипотезы осталось только милое название континента. Ассирийская цивилизация Здесь уже фактов существования немного больше, потому что есть реальные храмы и сооружения. Вот только нет доказательства, что именно эта цивилизация создала эти невероятные сооружения. Гипотеза Древняя цивилизация, процветавшая там, была прародительницей династического Египта и известна как цивилизация Осириса. Когда Атлантида была уничтожена, воду Атлантики медленно затопили Средиземноморский бассейн, уничтожив большие города осирианцев. И вынудив их к переселению. Эта теория объясняет странные мегалитические останки, найденные на дне Средиземного моря. Археологический факт, что на дне этого моря находятся более 200 затонувших городов. Таинственные пути на Мальте, которые найдены под водой, возможно являются частью древней транспортной магистрали. Осирийской цивилизации, вероятно лучший пример высокой технологии, которую приписывают осирианцам храмы Баальбеке Ливан. Факты. Главную ценность Баальбека составляют отнюдь не его храмы, а монолитное основание комплекса, или так называемая терраса со стороны храма Юпитера. Именно в этой части ансамбля находится легендарный трилитон Баальбека. Три мегалита вкладки, фундамента по 800 тонн каждый. Интерес к этим исполинским плитам вызван тем, что в эпоху Древнего Рима, который принято относить строительство Баальбекских святилищ, способов транспортировки мегалитов таких размеров еще не было. Противоречивый факт дал повод к появлению всевозможных гипотез относительно способов перемещения плит. Кто-то из исследователей заявил, что к строительству храмового комплекса в Баальбеке приложила руку инопланетная цивилизация. Кто-то считал более адекватной версию использования сверхмощной техники, которая впоследствии была утрачена человечеством. Были извлечены на свет и древние библейские сказания, согласно которым Баальбек был построен Нимродом, одним из ветхозаветных царей. Водившим дружбу с титанами. Именно великаны и доставили сюда неподъемные мегалиты, после чего навлекли на себя гнев божий и были уничтожены всемирным потопом. Еще один странный артефакт Баальбека – южный камень или по-арабски хаджар Эль-Хубла, в переводе камень отторгнутый от материнского массива, найденный в ближайшей каменоломне на расстоянии 900 метров от ансамбля. Гладкая мегалитическая глыба считается одним из самых больших камней в мире, обработанных человеком. Вес плиты составляет 1000 тонн, а длина около 20 метров. Впоследствии в каменоломне была найдена еще пара мегалитов, вес которых значительно превышал вес южного камня. Глыбы, гладкая отшлифованная поверхность которых, недвусмысленно намекает на человеческую деятельность, представляют собой одну из величайших мировых загадок. Чтобы сдвинуть с места такие масштабные предметы, потребовалось бы несколько десятков тысяч человек. Но разместить такое количество рабочих на столь незначительной территории, а тем более сделать их действия слаженными, абсолютно невозможно. И пока современные версии появления Хаджар-эль-Хубла находятся на стадии недоказанных предположений, фантастический артефакт продолжает оставаться приманкой для туристов. Атлантида Самые первые сведения об Атлантиде пришли от греков. Платон привел к интереснейшей и до сих пор неразрешенной загадке. Платон был убежден, что эта земля существовала около 9,5 тысяч лет до нашей эры, и жили на ней высокоразвитые люди-атланты ростом в 6 метров. Он сравнивал их с полубогами. Они плавили металл, обрабатывали любой твердости материал, поднимались в небо на летательных аппаратах. По мнению Платона, остров Атлантида находился в водах Атлантики. Исчез он, потому что достигнувшие полного совершенства полубоги стали вырождаться, и бог начал программу заново, затопив его. Современные ученые предполагают, что его повествование – нечто иное, как миф, основанный на реалиях того времени. Действительно, когда-то существовал остров, население которого далеко ушло вперед по развитию, но в результате землетрясения, наводнения или иной катастрофы он исчез. Исследователи во все времена искали земли исчезнувшие цивилизации, но единого мнения о географическом положении Атлантиды нет до сих пор. Опираясь на труды Платона, Геродота, Деодора, Сицилийского и Плиния Старшего, одни предполагают, что остров находился в водах Средиземного моря, другие доказывают, что следы его, согласно утверждениям Платона, нужно искать в Атлантическом океане. Было еще много других предположений, но тщетно, зато само слово Атлантида стало обозначать что-то нереальное, фантастическое, не относящееся к современности. То, что объяснить невозможно. Эльдорадо. Мифическая южноамериканская страна, богатая золотом и драгоценными камнями. В бесплодных поисках Эльдорадо конкистадоры 16 века, такие как Агирже и Орельяно, проложили новые пути вглубь Южной Америки. Известны аналоги в Северной Америке, в Семь золотых городов и далеко к северу Сагеней. В переносном смысле Эльдорадо называют место, где можно быстро обогатиться. История легенды. Конкистадоры Агирра и Орельяно услышали сказания индейцев Чипча о золотом человеке. Это ритуал, когда вождя во время коронации обмазывали глиной и посыпали золотым песком, после чего он погружался в воды священного озера, смывая золото. Их поиски не увенчались успехом, но с тех пор легенды об Эльдорадо на протяжении веков привлекали многочисленных авантюристов и искателей приключений. С помощью гугл ученым удалось обнаружить следы древней цивилизации, которая может оказаться легендарным Эльдорадо. По словам исследователей, в верхнем бассейне Амазонки, на границе Бразилии и Боливии, они отыскали более 200 массивных земляных сооружений. На спутниковых фотографиях они выглядят как вырезанные в земле геометрические фигуры больших размеров. Однако это также могут быть руины мостов, рвов, улицы, площадей. На всей территории Южной и Центральной Америки продолжают находить новые территории, на которых есть пирамиды и непонятные ритуальные сооружения. Так, например, в Гватемале нашли гигантскую территорию, представляющую единый храмовый комплекс, поглощенный джунглями. Шамбала Согласно древним сказаниям, Шамбала скрыта в Гималаях, тихой и зеленой красивой святой земле. Упоминания о затерянной мифической цивилизации, расположенной в Тибете или близлежащих азиатских регионах, встречаются в древнейших текстах. Различные учения дают определение Шамбалы по-разному. Там находятся великие учителя, продвигающие развитие человечества. Это пристанище выживших жителей Лемурии. Это место рождения Мессии. Это не место, а определенное душевное состояние, единение Бога и человека. В теософии Шамбала местонахождение великих учителей, продвигающих эволюцию человечества. Это космическая иерархия света, которая противостоит силам тьмы и хаоса. Эн Рерих считал, что в разное время Шамбала проявляется под разными обликами в соответствии с представлениями, господствующими в данное время. И что, изучая легенды Азии о Шамбале, можно дойти до древнейших учений. Подобные мифические места есть и в других культурах. Агарти – мифическая подземная страна, упоминаемая в эзотерической и оккультной литературе, иногда трактуется как подобие Шамбалы. Шангри-ла – вымышленная страна, описанная в 1933 году в романе писателя-фантаста Джеймса Хилтона «Потерянный горизонт» и является литературной аллегорией вымышленной страны Шамбала. Гора Пенлай – китайской мифологией является самым знаменитым местом обитания бессмертных. Беловодие – легендарная страна свободы в русских народных преданиях, нередко ассоциируется с древнеславянским раем. Киперборея – переводится с древнегреческого «за обореем», «за севером». Это легендарная северная страна – место обитания блаженного народа гипербореев. Ученые античности описывают ее как самое счастливое место на Земле. Люди, живущие там, доживают до преклонных лет. Солнце радует их своими лучами. Полгода. Кругом леса и рощи. Все живут в мире и согласии. Смерть приходит только тогда, когда человек присытился жизнью. Аристотель говорил, что-то, что сейчас стало Тихим океаном, когда-то было континентом. Упоминания о гиперборейцах, населяющих страну Гиперборею в северном полушарии, встречаются в античных индийских иранских рукописях. Где находилась эта мифическая страна, неизвестно. Но большинство исследователей утверждают, что ее местоположение – Кольский полуостров. На северном побережье находятся сооружения, о назначении которых только гадают. Карельские каменные лабиринты и пирамиды, и изображение человека на горе Куивчор высотой 80 метров, и дорога из каменных плит между озерами Сейдозера и Лавозера. На карте 1595 года составителя Меркатора, на том месте, где сейчас находится Арктика, а именно в ее центре, изображено море с четырьмя островами, которые, видимо, были заселены, и климат там был похож на нынешний Средиземноморский. Найденные следы, одни связываются на планетной цивилизации, другие из цивилизаций землян, погибшие в результате разрушительного оружия в их арсенале, а кто-то считает, что народ Гипербореи перебрался южнее из-за быстрого наступления ледников. Любая из гипотез имеет право на существование, пока не найдено точных подтверждений ни одной из них. Вот такая мифическая подборка у меня получилась. История – это загадочная территория сама по себе. Мы так много не знаем подчас о том, что произошло в нашем родном городе год назад, или в стране пять лет назад. Так что сложно ожидать точности и достоверности информации о том, что было несколько тысяч лет назад. Зато все эти мифы и гипотезы пробуждают воображение, служат источником для чудесных фильмов и книг, открывают простор фантазии. Так что надеюсь, что вы тоже немного погрузились в мир мистики и загадок.